Улица нашего города, микрорайона. Часто ли мы обращаем внимание на таблички с названиями улиц? Часто ли мы задумываемся, в честь кого и в честь каких событий они названы? А ведь в этих названиях история нашей великой страны, нашей Родины. И бывает очень обидно, когда наши улицы носят имена людей, которые никак не причастны к истории нашего города. Хотите примеры? А вы слышали про такую улицу, как Сака и Ванцетти? Да, нет. А вы знаете, кто это такие? Ну, я не помню, нам рассказывали. На истории в шестом классе, да? Когда про Александра Невского, Невскую битву рассказывали? Да. Да? Да. Возможно, я не помню. Вспомнили их? Частично. Вот провалились. Людовый побоище 2012 года, да? Да. А карандашную фабрику знаете в честь этих названных? Нет. Я не помню. Нет? А карандаши у вас таких нет? Нет. На непобедильническом озере, да? Да. Да, Исаак и Ванцетти – это как раз-таки рыцари. Помнишь? А, все, вспомнил. Молодец. Но в каком году это было? Я не помню. В 1942. Помните? Вспомнили? Да. Ну, что это было, это я помню. Вот так. Сак и Ванцетти, эти два итальянских анархиста, нашли свое место на верхней террасе нашего города. А, скажем, герой Василий Баданов не упоминается в названиях наших улиц. 2 февраля 2023 года отмечается 80-летие со дня победы в Сталинградской битве. Героем одной из самых славных страниц Сталинградской битвы стал наш земляк Василий Баданов. В декабре 1942 года, когда обстановка под Сталинградом оставалась очень напряженной, войска 24-го танкового корпуса под командованием генерала-майора Василия Михайловича Баданова прорвали фронт и вышли к немецкому тыловому аэродрому. Он располагался в станице Тацинской и использовался для обеспечения снабжения, окруженной советскими войсками армии Паулюса. Тацинский рейд генерала-майора Василия Баданова – это первый уникальный случай прорыва в глубокий тыл противника целого танкового корпуса, который после выполнения задачи самостоятельно вышел из окружения. Даже Иосиф Сталин, верховный главнокомандующий в 1942 году, произнес известную фразу «Помните Баданова, не забывайте Баданова, выручайте его во что бы то ни стало». За этот подвиг Василию Михайловичу Баданову присвоили звание генерал-лейтенанта и указан Президиумом Верховного Совета СССР, он был награжден Орденом Суворова 2-й степени за номером 1. В нашем городе улицы должны носить имена соотечественников, наших земляков, которые внесли огромный вклад в развитие нашей Родины. Мы, учащиеся 42-й школы города Ульяновска, выходим с инициативой о названии новой улицы нашего города именем генерала-лейтенанта Василия Баданова. В следующем выпуске мы расскажем о результатах нашей инициативы.